Библейский портал экзегет.ру представляет 24 глава книги «Исход» читаю для библейского портала «Экзегет». У нас с вами до сих пор были законы, 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 и вдруг законы, которые касаются жизни из рельсиана Седла и Ханаани, заканчиваются, прерываются лучше, назовём так, потому что их ещё будет очень много, и начинаются ритуальные подробности. Странно. Может быть, надо было бы всё вместе как-то распределить по секциям в этой книге. Сначала, допустим, «Десять заповедей и законы», потом ритуальные детали, повествование где-то отдельно. Ну вот жизнь, она всё вместе предлагает. Эта книга ведёт себя примерно так же. Господь сказал Моисею, «Взойди к Господу, возьми с собой Аарона, Надава, Авиуда и 70-сторейшин Израиля». Они вот ещё всё там рядом с Синаевской горой. «Поклонитесь Господу к издали, но Господу пусть приблизится лишь один Моисей. Никто другой не должен приближаться к Господу, а народ и подниматься на гору не должен». Вот ещё раз эта иерархичность, да, то есть на гору поднимается лишь какая-то часть людей. Первый раз, когда Моисей поднимался, вообще никто с ним не поднимался. Ну вот какая-то часть, отдельные представители народа, да. «Моисей пришёл к народу, передал все слова Господа и пересказал все законы. И весь народ ответил как один человек. Мы будем следовать словам Господа». Тоже принцип понятен, да. Речь идёт не просто о завете между Моисеем и Богом, или Моисеем и вождями народа и Богом, но всем народом. И каждый человек в этом народе участвует вот в принятии этих обязательств. «Моисей записал все слова Господа, а наутро воздвиг под горой жертвенника, поставил двенадцать священных камней по числу племён Израиля. Молодым людям из числа сынов Израилевых он верил привезти быков и принести Господу жертву всесожжения и першественные жертвы». Ну вот, жертвы — это основной способ установления связи с Богом в Ветхом Завете. И здесь, конечно, они тоже присутствуют. Я напомню, что Авраам тоже, заключая договор с Богом, рассекал животных, проходил между их рассечёнными частями, то есть тоже ритуал, связанный с жертвой. «Половину крови Моисей собрал в чаши, другой половиной крови окропил жертвенник, прочитал народу книгу договора, и люди сказали, мы во всём будем следовать словам Господа». Вот их осознанная целенаправленная позиция. «Тогда Моисей окропил народ жертвенной крови и сказал, это кровь договора, которую заключил с вами Господь. Его слова — условия договора». Вот книга договора, которая, очевидно, составляет то, что выше, какие-то базовые совсем правила, принимается народом через жертвоприношение. И это становится уже официальным заключением договора между Богом и израильским народом. «Затем Моисей, Аарон, Нада, Фавиут и 70-сторечные израиля взошли на гору, и там они увидели Бога Израиля, словно бы сапфировый помост был у него под ногами, чистый, как само небо. И Бог не тронул вождей Израиля, они видели Бога и ели, и пили за трапезой». Вот это представляется чем-то абсолютно невероятным. В Ветхом Завете человек, увидевший Бога, должен умереть. Он к этому миру больше не принадлежит. Более того, люди, которые попытались бы взойти на гору при самой первой встрече Моисея с Богом, были бы забиты камнями или застрелены стрелами, ну, потому что нельзя. А тут вдруг, оказывается, можно. То есть Ветхий Завет — это одновременно такое постепенное сдвигание границ. Они всегда остаются в Ветхом Завете, но они начинают двигаться. И человек все ближе может подойти, может наблюдать Бога. Как это? Не один Моисей, но 70 старейшин. Уже какой-то ближний круг возникает, который Бога наблюдал. Господь сказал Моисею, «Взойди ко мне на гору. Там я дам тебе каменные плиты с правилами и заповедями, которые я написал для этого народа». Ну, это, конечно, скрижа Лизавета. «И Моисей вместе со своим помощником Иисусом поднялся на гору Божию». Вот уже их только двое, было 70. «Побудьте здесь, пока мы не вернемся», — сказал Моисей старейшин. «С вами остаются Аарон и Ор. Если будет у кого какое дело, пусть обращаются к ним». Ну, соответственно, Аарон, как брат Моисея, его естественный заместитель. Сам же Моисей взошел на гору. Облако окутывало гору. «Это слава Господне пребывало на горе Синай. С шесть дней гора была окутана облаком, а на седьмой день Господь воззвал к Моисею из облака. Словно пламя, горящее на вершине горы, предстало слава Господне глазам сынов Израилевых. Моисей вошел в облако, поднялся на гору и пробыл там 40 дней и 40 ночей». Слава Господне — не абстрактное понятие в этой части текста. Это нечто физически осязаемое. Это облако, которое окутывает гору, в которое может войти Моисей. Но вот что интересно, дальше крайне мало говорится о том, как Моисей там беседовал с Богом. Да, там даются правила, там они приведены, это все есть. Но как? Вот как проходил этот диалог? Он проходил в этом облаке. Мы можем лишь очень приблизительно его себе представлять, но чего Господь хочет в результате, вот это мы можем понять довольно ясно, и об этом будут следующие главы, описывающие строение Скинии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok